Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о прочитанном за вторую половину апреля. Знаете, с моей стороны было очень мудро разделить апрель, прочитанное апрель на два видео, потому что за вторую половину апреля, то есть это с 13-го ночной апреля, я прочитала вот столько. И хотя некоторые книги из этой стопочки я уже упоминала, ну, грубо говоря, упоминала, рассказывала о них в 24-х часах чтения, это прошлое видео на моем канале, если не видели, проходите, то, ну, все равно нам будет о чем поговорить сегодня. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать, сообщить вам еще одну такую очень крутую новость, но крутая эта новость в основном только для жителей Беларуси, потому что мы совместно с книжным магазином Озбай решили провести розыгрыш на электронный сертификат в 50 белорусских рублей. Но так как Озбай это магазин только по Беларуси действует, поэтому только для жителей Беларуси этот розыгрыш будет проводиться, все условия, как всегда, очень и очень простые. Подписаться на мой канал, потом поставить лайк под этим видео, и подписаться на инстаграм книжного магазина Озбай. Конечно, все подписки и лайки должны быть открыты, нужно будет написать комментарий под этим видео, где вы укажете свой ник в инстаграме, чтобы я могла вас найти и проверить выполнение всех условий розыгрыша. Итоги розыгрыша мы подведем 12 мая, в воскресенье, поэтому участвуйте, всем удачи и давайте переходить к видео. И книга, с которой я хотела бы начать, это книга, в которой тысяча страничек, практически 990 страниц, и я разбила на Элла Флибе эту книгу по... Так как это трилогия, разбила эту книгу на 3, и в итоге за апрель у меня получилось 15 прочитанных книг. Так что... Но я считаю это абсолютно справедливо, потому что эти книги вообще продаются по отдельности, и это Тахира Мафии, и ее трилогия «Разрушь меня, разгадай меня, зажги меня». Кроме этих трех книг, в этом сборничке еще есть две новеллы, которые называются «Уничтожь меня» и «Сломи меня». Если в трилогии повествование ведется от лица главной героини Джульетты, то вот в этих двух новеллах дополнительно, они очень коротенькие, там страниц по 30, по 60, повествование ведется от двух мужских персонажей, главных в этой истории, от Адама и от Уорнера. Мне почему-то всегда его хочется назвать Уоррен, поэтому если вдруг проскользнет, не ругайтесь. Если вы смотрите мой инстаграм, вы знаете, что эту книгу я дочитала вечером 30 апреля. Я ужасно старалась, и 600 страниц я дочитывала за два дня, чтобы рассказать обязательно об этой книге в прочитанном апреле. И мне это удалось. Я герой. О чем же здесь говорится? Речь идет здесь о нашей главной героине Джульетте, которая обладает не то что даром, ну или проклятием, как это назвать, неизвестно. При прикосновении она высасывает жизненную силу из людей, и если будет касаться достаточно долго, она просто этого человека убьет. И вот за эту способность ее родители сдают ее, грубо говоря, в психушку, где она живет. Сначала она проводит исследования различные два года, потом год она живет в этой психушке, и ее там лишают воды, без воды, без еды толком, без душа нормального, полностью изолирована от общества. И все это происходит в мире, который постигла глобальная катастрофа. Больше не летают птицы, не живут животные. В общем, какая-то глобальная катастрофа. Все люди живут в каких-то поселениях, куда их собрало правительство. Условий для жизни никаких нету. И правительство, естественно, выступает в негативной роли. Это так называемое оздоровление. То есть оно пообещало людям, что все придет в норму, что оно приведет их к лучшей жизни, к прошлой жизни. Но нужно переждать, вылезти из своих домов и жить в таких поселениях толком без еды, без воды. В общем, существование нашей главной героини отличается не сильно от существования обычных людей из другого мира, которые живут тоже в нищете, в проголодь, без нормальных условий. И, естественно, правительство не совсем соблюдает свои обещания. В общем, вот такой мир мы видим. И однажды к нашей главной героине в ее камеру подселяют молодого человека, которого зовут Адам. И они решают вместе как-то бежать. Естественно, спасти Джульетту, спасти Адама. Конечно, она в нее влюбляется, он в нее тоже. И, с другой стороны, у нас есть человек, который не хочет отпускать ее от правительства. И его зовут Ворнер. Это сын верховного главнокомандующего, главного этим ведущего человека в этом оздоровлении, в правительстве. И он хочет использовать Джульетту в качестве оружия. И на этом все, потому что это завязочка, в принципе, первой книги. Тут три книги. И скажу вам честно, если бы я прочитала только одну книгу, если бы у меня не было второй, за второй книгой я бы не пошла. Поэтому я безумно счастлива, что у меня вся трилогия собрана в одной книге, и меня это заставляло читать дальше. И я очень счастлива, что здесь есть новелла, потому что первая новелла идет от лица именно Ворнера, то есть главного злодея. Сюжет интересный. Вся сюжетная линия именно про как описан этот мир, как наши герои борются с этим режимом, как этот режим вообще влияет на людей, и развитие всех персонажей мне понравилось. Тут определенно пять из пяти, потому что я очень хотела почитать антиутопии, именно вот в стиле голодных игр, дивергента. Наверное, здесь все в этом же стиле, хотя ни то, ни другое я не читала, только смотрела. Но я могу судить, что в принципе это все похоже, именно то, чего я хотела. И я это получила. Я получила прекрасно прописанный мир, интересные события, где какие-то бои, знаете, военные действия не описаны. Нудно, долго, когда ты думаешь, ну когда уже закончится, когда мы перейдем к любовной линии, как это у меня часто и бывает. Я люблю прописанный мир, но чтобы это не было, знаете, прям так дотошно, подробно, скучно, здесь этого не было. Здесь все события динамичные, все происходит достаточно быстро, несмотря на такой объем, захватывает. Все события меня захватили, но захватили только к концу второй книги. Вот так вот это абсурд, но тем не менее я советую прочитать эту трилогию. Самый главный минус это любовная линия. Боже мой, какая она ужасная в первой книге. Можно просто, если после прочтения первой книги, можно однозначно, отрицательно называться от этой линии, потому что она ужасная. Она такая детская, такая банальная, такая спонтанная. Откуда вообще чувства у главных героев берутся? Неизвестно. Они ужасные. У меня сложилось впечатление, что автор хотел просто всунуть эту любовную линию вообще в любом случае. И это нужно было делать срочно, чтобы вот с самой первой страницы уже эта любовь была. Во второй книге сюжет развивается. Любовная линия становится интереснее. И вот только третья книга действительно просто заслужила высшую похвалу в плане сюжета, в плане романтических отношений, в плане развития героев. Кстати, об этом еще сейчас расскажу. Поэтому читать трилогию я советую. Пожалуйста, не обращайте внимания на любовную линии, просто выкиньте ее до третьей книги. Что касается главных героев, наша героиня развивается действительно ярко. Она действительно развивается. И что мне понравилось в конце третьей книги, она вспоминает себя в первой книге и говорит, какие ошибки она совершала, почему она так вот совершала эти ошибки. То есть это абсолютно другой человек и тем не менее имеющий связь с начальным персонажем. Поэтому это здорово. Главные герои многие. Один герой просто отвратительный. С самой первой страницы, ну сам, когда он появляется, до последней он ужасен. Я буду говорить, наверное, полностью без спойлеров, но один из героев просто отвратительный. Остальные герои тоже развиваются, причем все. Этого объема мне было достаточно, чтобы особенно к концу прочувствовать персонажей. Я влюблялась во многих из них. Как ни странно, очень многие прописаны замечательно. Здесь есть персонажи, которые особенно цепляют. Поэтому самый огромный плюс здесь не в сюжете, не в мире, а именно в героях. Как они прописаны, как они развиваются и как ты в них влюбляешься. Сюжет на втором месте. Романтическая линия. Только в третьей книге мне понравилась. В первых двух она совсем-совсем слабенькая. Поэтому, если вы любите антиутопии, подростковые антиутопии, советую однозначно, но, пожалуйста, не бросайте с первой книги. После прочтения первой книги. Потому что дальше гораздо лучше. Третья книга великолепная. Если вы не любите нелепые моменты любовные, они здесь будут. Хотя язык у Тахиры Мафи божественный. Почему-то с некоторыми любовными моментами она, наверное, все-таки дала слабину. Это подкачало некоторые сцены. Так что мускулистое тело и прекрасную кожу вы здесь встретите. Но я старалась, опять же, не обращать на это внимания, потому что сюжет и персонажи меня захватили. Кстати, в оригинале вышло еще две книги, два продолжения. И третье продолжение будет в 2020 году издано. Но у нас эти три книги, точнее две, которые уже существуют, еще не переведены. Будут ли переведены, неизвестно. Я не интересовалась этим вопросом. Но, в принципе, история завершена. Завершена она достаточно сумбурно, резко. И, конечно, мне кажется, не могла Тахиры Мафи так прям неожиданно закончить. Но это оконченная история. Если вы боитесь неоконченных историй, нет. Можете спокойно брать, читать и забывать о продолжениях. Так что-то долго я размусоливаю про эту книгу, но она мне действительно понравилась. Вторая книга. И это Леди Дым. Это продолжение книги... Точнее, продолжение серии Принцесса Пепла. О Принцессе Пепла я рассказывала в, по-моему, в первых прочитанных книгах за март. И я назвала эту книгу Принцессу Пепла одной из лучших в этом году. Так оно и было. Мне она очень нравилась. И когда я начала читать Леди Дым, я думала, вот оно, прекрасное продолжение. Хоть прошло некоторое время, полтора месяца, точнее месяц, я не забыла персонажей абсолютно. Мне нравилось все, что здесь происходит. Все динамично, интересно было. Но к середине книги я поняла, что будет только хуже. Как все стало нудно, скучно. И я к концу книги полностью в ней разочаровалась. Сюжет первой книги нам рассказывает о девушке, мать которой убили. А эта самая мать была королевой той страны, где живет наша главная героиня. И власть захватил тиран, который захватил в плен нашу главную героиню. Он ее держал при себе, но мучил ее всячески, чтобы преподать урок. А остатки народа, которые после захвата власти остались в живых, они работают в подземельях. Там, в общем, в отвратительных условиях их стараются уничтожить по максимуму тех, кто остался на свободе и всячески убивает. Но, в принципе, это работа в подземельях это тоже убийство сплошное. А раньше эта страна действительно была великолепной. Они владели магией некоторые люди. В общем, был прекрасный мир, который разрушили. К власти пришел тиран, захватил в плен нашу главную героиню и от лица главной героини ведется повествование. Развитие сюжета первой книги меня поразило, меня поразил язык, развитие любовных линий также. Но здесь в самом начале все тоже было так душевно, продолжалось атмосферно очень. Но потом начались невероятно скучные подробности. Автор делала различные сюжетные линии, сюжетные повороты какие-то. Скорее всего, просто чтобы книга вышла не на 100 страниц, не на 150 страниц, потому что все главное развивается в самом-самом конце книги. И вот эти сюжетные повороты, они иногда были захватывающими, но в основном было столько ненужных подробностей, ненужных героев, ненужных событий, описаний. Было действительно скучно, но не скажу, что эта книга опять же плохая или меня на 100% разочаровала, но хотелось выкинуть ровно половину, потому что окончание очень неплохое, как все закончилось, естественно, с намеком на продолжение. Некоторые герои мне здесь понравились, которые перекочевали из первой книги во вторую, некоторые, которые появились здесь новые, тоже были очень интересные, но читать или не читать, наверное, читать, но просто не заморачивайтесь на подробностях. Мне кажется, если вам что-то скучное читать, можно так по диагонали читать, потому что, ну, действительно ненужно это было, поэтому, к сожалению, 3 из 5 примерно, потому что никак, никаких впечатлений и эмоций. Кстати, новая книга выйдет в 2021 году, и мне кажется, я ее покупать не буду, во-первых, потому что я забуду, естественно, все предыдущие две книги, а во-вторых, перечитывать их я тоже 100% не буду. Третья книга, которой я не, точнее, пятая, что это я, о которой я не говорила еще, хотя говорила, наверное, поражала лучше всего, опять же, инстаграмы, по розыгрыше, вы знаете, и это «Клуб бездомных мечтателей» Элис Мюррей. Давайте просто будем смотреть на эту книгу, и я буду послать вам флюиды своей любви к ней. Это одна из лучших книг 2019 года, такой она и останется. Эта книга, и я на всякий случай, просто, если вы еще не слышали о ней на моем канале, и в первый раз, возможно, смотрите мой канал, Эта книга из серии тех книг, в которых рассказывается о детях, у которых было ужасное детство из-за их родителей, из-за условий их жизни, но которые смогли добиться очень многого благодаря силе своего духа, благодаря своей инициативе, но ни в коем случае не благодаря возможностям, которые им предложила семья. Здесь рассказывается о девушке, которая выросла в семье наркоманов. Ее родители были в принципе, были бы абсолютно адекватными, если бы не стали наркозависимыми. В итоге, как они не старались, все деньги уходили на наркотики, дома никто не убирал, не кормил детей, еды у них не было, они просто думали, как достать очередную дозу. Скажу, что в отличие от книг, которые были похожи на Клуб Бездомных Мечтателей, на Ученицу и на Замок из стекла, если там родители у меня вызывали огромное количество негатива, просто я их ненавидела, этих родителей, то здесь я понимала, что это болезнь, и если бы не эта болезнь, если бы не эта наркозависимость, которая вот, к сожалению, постигла такая трагедия семью, все могло бы сложиться иначе для детей, потому что родители могли их любить, могли обеспечить им жизнь, но это все из-за наркотической зависимости. И наша главная героиня в какой-то момент, когда все просто рушится, сбегает из дома, она живет на улице, естественно, это я не сказала роман, не то, что роман, это автобиографический роман Лис Мюррей, который рассказывает о своей жизни. Она смогла добиться того, что она поступила в Гарвард, это уже конец пути, конечно, помимо этого, было столько всего ужасного, страшного, как она смогла это пережить. Знаете, это описание жизни, оно меня поразило до глубины души. Мне было невероятно, как это ни странно звучит, интересно читать об этой жизни. Я понимала, вот самое главное в этих книгах, ты понимаешь, что такие люди были и все продолжается. Точно такие же люди, как Лис Мюррей, которые, может быть, отчаялись, они живут сейчас точно так же на улицах, здесь рассказывается про Нью-Йорк, на улицах Нью-Йорка, на улицах всех там крупных городов и ведут такой образ жизни, но по каким-то причинам не смогли чего-то добиться. И мы видим эту жизнь беспрекрас, какой она действительно была. Некоторые моменты настолько страшные, что не хочется верить, что такое может быть в этом мире. И если у вас есть какие-то трудности в жизни, я советую прочитать эту книгу. Вы сможете многое оценить в своей жизни. У вас есть то, чего не было у этой девочки и у ее друзей, но они смогли. И это мотивирует, это вдохновляет, эта книга заставила меня плакать, что делают в последнее время, кстати, очень немногие книги, но вот это одна из них и это огромная любовь. Я хочу перечитать эту книгу, потому что, ну, я не могу, очень часто мои мысли возвращаются к ней, очень советую, и поэтому я эту книгу, а также похожую по стилю «Замок из стекла» я разыгрываю тоже у себя на канале. У меня что-то в последнее время много розыгрышей, здесь ссылочку оставлю, обязательно заходите, участвуйте, и знайте, что эта книга стоит прочтения. Это было быстро, потому что оставшиеся четыре книги, это «Пандемия» Франко Телье, это «Каждый вдох», новиночка от Николаса Спаркса, это «Цвет неба» Джулиан Маклин, и «Фандом» от Ангдей, и об этих книгах я рассказывала в своем марафоне 24 часа чтения, заходите, опять же, по ссылочкам, здесь еще и пять ссылочек, возможных не израсходовала. В двух словах, «Фандом», если вам скучно будет смотреть 55 минут прошлого видео, расскажу. В «Фандоме» нам рассказывается о девушке-фанатке, которая фанатела от серии книг, и попала в мир, при каких-то непонятных условиях, со своими лучшими подругами и с братом, попала в мир этой книги, и как она справляется, как она там... Мир, кстати, это антиутопический, поэтому он тоже достаточно такой грубый, динамичный и жестокий. Этой книге я поставила 4,5 из 5, потому что я пятерочки ставлю редко, только вот таким вот книгам, которыми я ставлю 10 из 5. Но книга мне понравилась, советую к прочтению. Потом, «Моя вечная любовь», Франк Телье и его «Пандемия». Это триллер, где есть вирус, похожий на гриб, где есть мертвые лебеди, мертвые люди. Как обычно, все очень динамично, очень жутко, захватывающе, концовка великолепная, Франк Телье, любовь. Следующие две книги очень похожи, потому что это две таких романтических, легких, местами нелегких, особенно я говорю о цвете неба, истории, которые не сильно трогают тебя, особенно каждый вдох. Каждый вдох меня не затронул, а одна история из «Цвета неба» затронула действительно очень сильно. Но это в основном такие легкие истории, читаются очень быстро, за 2-3 часа, и я их тоже советую к прочтению, особенно если вам нужно что-нибудь легкое, но «Цвет неба» мне понравился гораздо больше. Вот, это в двух словах, но все равно советую пройти по ссылочке и посмотреть марафончик. Итак, это были все книги, прочитанные мной за вторую, вторую половину апреля. Сейчас я их подниму. Вот такая стопочка.